Проказница, мартышка, осёл, козёл да косолапый мишка затеяли сыграть квартет. Достали нот, баса, альта, две скрипки и сели на лужок под липки, пленять своим искусством свет. Ударили в смычки, дерут, а толку нет. — Стой, братцы, стой! — кричит мартышка. — Погодите, как музыке идти? Ведь вы не так сидите. — Ты с басом, Мишенька, садись против альта. Я, Прима, сяду против Торы. Тогда пойдёт уж музыка не та, у нас запляшут лес и горы. Расселись, начали квартет. Он всё-таки на лад не идёт. — Постойте ж, я сыскал секрет! — кричит осёл. — Мы верно уж поладим, коль рядом сядем. Послушались осла, уселись чинно в ряд. А всё-таки квартет не идёт на лад. Вот пуще прежнего пошли у них разборы и споры, кому и как сидеть. Случилось соловьё, на шум их прилететь. Тут с просьбой все к нему, чтобы их решить сомненья. — Пожалуй, — говорят, — возьми на час терпенье, чтобы квартет в порядок наш привезть. И ноты есть у нас, и инструменты есть. Скажи лишь, как нам сесть? — Чтоб музыкантом быть, так надо вна уменье. И уши ваших понежней, — им отвечает соловей. А вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь.